Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Взбывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас прекрасная, жизнеутверждающая, духоподъемная тема. И прекрасный, тоже жизнеутверждающий, духоподъемный автор. Наталья Кетнера. Журналист, писатель уже. Автор множества книг, которые затрагивают вообще малоизвестные страницы нашей истории. И говорим мы сегодня с Натальей о Карле Федоровиче Гуне. Нашим соотечественники, уроженце маленького селения Мадлиена. Ну тогда, наверное, оно называлось иначе, когда он там родился. Мы знаем это селение по огромному совхозу, который был там. Одним из самых, наверное, громких и известных в Латвийской и Советской социалистической республике. И его директору Юлию Белявниексу. Но сегодня речь о Карле Федоровиче Гуне и юбилейная тема. Ему исполняется 190 лет. И латвийские живописцы считают его одним из родоначальников Латвийской художественной школы. И темой или поводом к этой передаче, к этой встрече послужило второе уже издание замечательного альбома, посвященного Гуну. И альбом этот издается в городе Елабуге в России. И почему это произошло именно там. И какое отношение к этому имеет наша сегодняшняя гостья Наталья Кетнера, мы сейчас и узнаем. Итак, Наташ, Карл Федорович Гун считается одним из видных российских художников. И прожил он короткую, но очень яркую жизнь. В общем, как тебя свела судьба с этой личностью? Как ты узнала о нём? Почему ты заинтересовалась его жизнью, его следами, оставленными в Латвии? Ну, я сразу скажу, что Карл Гун – это вообще наш первопроходец в живописи. Он самый-самый первый латвийский художник, который получил профессиональное художественное образование в Санкт-Петербургской художественной академии. Уже потом по его стопам пойдут такие классики, как и Пурвитес, Юлий Федерс, братья Брэнсены. И как я заинтересовалась? Это очень просто, так как я, помимо всего прочего, редактор газеты «Неделя Огры», региональная газета. И несколько лет назад я начала такие кровические проекты, посещала волости Огрского края. Кстати, говоря о волостях Огрского края на русском языке, в Википедии практически нет информации. Это ты мне, как автору Википедии, упрёк делаешь. Да, да, именно так. Можешь убедиться после нашего разговора. Сами названия, они малоизвестны. Ну, Кейпинская волость, Таурупская, Мазозолы, Ледманы и так далее. И в одно лето мы поехали в Мадленскую церковь, и вдруг я вижу небольшую экспозицию, и там известнейшая картина «Канун Варфоломеевской ночи». Меня это удивило. Известная картина, классика, столько было копий сломлено, обсуждая эту картину, потому что она совершенно неоднозначная, можно толковать её совершенно по-разному. И, оказывается, Карл Гун, автор этой картины, родился вот… Именно там. Именно там, даже не то, что родился в Мадленской волости, а раньше называлась она «Сисигал» по названию речки Сиса, которая протекает там. И заинтересовалась этим автором. То есть экспозиция была посвящена этому же их земляку. Их земляку. Да, и поэтому известная картина там появилась. Он не то, что даже вырос в этой волости, в этом приходе, он вообще рос в этой церкви Мадленской, потому что его отец был органистом в этой церкви и вообще мастер на все руки. Он чинил и часы, он изготавливал органы. Причём его руками изготовленный орган до сих пор действует, и он находится в так называемой Белой церкви здесь, в Риге. Да вы… Это в Бэтсминграбисе? Да, именно так. И там можно найти инициалы. Карл Гунн, Сисигал. В общем, до сих пор его инструменты в рабочем состоянии. Вообще он был искусственным резчиком по дереву и изготавливал даже коклы. И вообще он мечтал, что его сын Карл Гунн станет не художником, а, ну, по меньшей мере, музыкантом или продолжит его учительскую карьеру. Сам Фридрих Карл Гунн, они вообще-то называют… Карл Фридрих, я буду называть Фридрих Гунн, отца, чтобы не спутаться. Он больше 50 лет Мадли о ней преподавал. То есть о нём сохранилась очень такая хорошая слава. Но как всё-таки судьба мальчика изменилась? Почему он не последовал по стопам отца, как тот мечтал, а всё-таки избрал другую стезю? Произошла очень интересная история, достойная вообще отдельной книги, как произошли эти события. Вообще, Мадленская церковь, она богатой историей. Это одна из древнейших каменных церквей вообще в Латвии. Там в своё время служил и просветитель Гарлип Меркель. И Аспазия в своё время посвятила пьесу, потому что существовала легенда. Если увидеть эту церковь на картинке, то она как бы с такой башенкой. И раньше, когда строили церковь, когда только построят башенку, то она постоянно рушилась. Даже сейчас там заметны следы разрушения. Ну и, как гласит легенда, в конце концов, пока стены церкви не замуровали девственницу, проделки нечистой силы после этого прекратились. И вот вдохновлённая этой легендой Аспазия написала свою пьесу. И, кстати, эта пьеса несколько раз ставилась. На моей памяти лет 6-7 назад силами самодеятельных коллективов всего Угрского края было поставлено этот же мюзикл, очень эмоциональный. И девушка, в общем, там в финале все плакали. Но это было очень красиво. Но девушка пожертвовала собой ради общества. Так, я понимаю, её не насильно туда заточили, а как бы так. Светлая идея, да? Да, в общем, я так понимаю, что у нас ещё впереди два тёплых месяца, и ты приглашаешь наших чадечников совершить турне, посетить эту прекрасную церковь, посетить Мадлену, посетить окрестности. Да, что есть хороший повод. Буквально на днях там, в этой Мадленской церкви, открылась экспозиция с картинами Карла Гуна. Это копии очень хорошего качества, самых известных картин Гуна, и они теперь в этой Мадленской церкви. И как наш местный центр туризма гордо сообщает, что это новый туристический культурный объект, куда можно приехать. И там идут... Ну, это безусловно, да. Ну, естественно, надо созвониться, уточнить время работы церкви, и посетить и церковь, увидеть эти картины. И вообще приобщиться вот к этому месту, точки на карте, где происходили такие интересные события. Да. Ну, возвращаясь к судьбе Гуна, к его детству. Начнём с детства. Как всё произошло? Значит, в 40-х годах, когда Гуну было лет 7-8, через Мадлену проезжает известный этнограф, путешественник, открыватель вечной мерзлоты эстонского происхождения Александр Медендорф. Я так полагаю, что он проезжал не случайно, потому что вообще сам Карл Гун имеет эстонские корни. Его дед Як, эстонец, он в своё время был крепостным поваром у барона по фамилии Криденер. И в своё время, когда барон переехал уже в Латвию, а местечко это Альт Врангельхов, то есть Брэнгули. Это место, которое известно пивом Брэнгули. Они жили там, и потом, когда Як получил вольную, то семья, уже большая семья, переехала в Мадлену, и один из сыновей Яка, это Фридрих Гун, стал органистом этой церкви. Поэтому я думаю, что вот эти эстонские корни, они как-то повлияли, поэтому не случайно эстонского происхождения Александр Медендорф проезжал мимо Мадлены, и он остановился на некоторое время в этом пасторате, а это в то время был пасторат, который возглавлял священник Штоль. Он вообще прожил большую жизнь, сто лет практически, и тоже о нём можно говорить отдельно. Но возвращаясь к Медендорфу, когда я стала, в общем-то, интересоваться его судьбой, это вообще потрясающий человек. Эти экспедиции на север, описания, монографии, он оставил потрясающие, в общем-то, труды. Даже сейчас, если найти эти книги «Путешествия в Сибирь», он с точностью, почти как Гун, педантично зарисовывал жизнь народов, там, тунгусов, якутов, и не только зарисовывал их костюмы, но и зарисовывал их быт. Я вообще была потрясена, там были специальные очки для снега, специальные штанишки, чтобы не подмерзать, потом специальные такие сани и хижины, то есть всё было продумано. И вообще мне лица этих тунгусов, ну, просто потрясли, я вижу у них даже какой-то высокий интеллект. То есть человек в экстремальных условиях по тем временам мог приспособиться выживать и лечить себя. Он описывал и каждое растение, методы лечения местных. Так вот, Медендорф вдруг видит на стенах Мадленской церкви рисунок, талантливый рисунок мальчика. И когда он спросил, кто это рисует, родители сказали, что это наш сын. И Медендорф сказал, это талант, его надо развивать, и когда только мальчик закончит домскую школу, пусть приезжает в Петербург, я окажу ему всяческую поддержку. То есть взял его под своё крыло, фактически. Взял под своё крыло и своё слово сдержал. Когда уже 19-летним юношей Гун приехал в Петербург, Медендорф его опекал и устроил сначала в литографическую мастерскую, потому что нельзя было без подготовки вот так вот сразу поступить. Поэтому он некоторое время Гун сначала занимался, работал в литографической мастерской, оттачивал навыки и потом уже смог поступить. Но он же прекрасный график, то есть эти навыки тоже у него сформировались в это время. И как только появились первые его студенческие работы, они сразу были отмечены медалями, золотыми, серебряными и так далее. И за счёт этого, за счёт таланта, как один из самых талантливых учеников, он получил стипендию на обучение за границей. То есть по-нашему грант. И поехал, как обычно, куда? В Италию? Да, он вместе с другом, Верещагиным, они получили этот грант. Вообще много известных художников именно в тот период получали гранты на обучение. И Италия была, но средоточием был Париж. Он был центром в то время. Это 1863-65-й. И с тем же Верещагиным судьба его привела в Елабугу. Да. Сначала они собирались прямиком в Европу, но был получен заказ на роспись Покровской церкви в Елабуге. И поэтому они с Верещагиным поехали в Елабугу. И вот тут снова начинается очень интересная история. В провинциальную Елабугу приезжают два молодых, интересных петербургских, в общем-то, молодых человека. И вокруг книг уже начинается создаваться такая тусовка, скажем так, по-современному, литературная, художественная. И, не знаю, найду ли я сейчас сразу, в этой, скажем так, кружке были не только литераторы, но и врачи. А что из себя представляла тогда Елабуга в этот период? Почему там появился Покровский собор? То есть это же очень крупное довольно сооружение, и оно не возникло бы на пустом месте, без какой-то веской причины. Ну, купеческий город, река, торговые пути. И вот это местное сообщество решило построить храм и пригласить. Я не знаю, местное ли сообщество строило храм. Просто это город, как и все другие российские города, строились храмы, я думаю, не один. И в это же время там в Елабуге и Шишкин, и Верещагин. И, в общем-то, это основатели известного общества передвижников. То есть цель их была какая? Донести искусство до народа. С этими своими передвижными выставками проехать. Так, и иллюстрация в книге нашлась? Нет, пока не нашлась. Но я вернусь к Елабужскому периоду, потому что это был богатейший период по этнографии. В это время Гун зарисовывал костюмы народов России. В этом плане он перенял традицию у своего, ну, так сказать, старшего товарища Александра Медендорфа, который начал это делать. Кстати, я обратила внимание, когда читала книги Медендорфа, там была картинка Тунгусов, черно-белая, в книге «Описание путешествия». И практически в один в один иллюстрация Гуна, но уже цветная. Очень интересно. Значит, они всё-таки как-то поддерживали отношения. И я думаю, что и Гун, и Медендорф следили за успехами друг друга и вообще за событиями в жизни друг друга. Так вот, эти иллюстрации, роскошнейшие иллюстрации, костюмы народов России, там и азербайджанцы, и чеченцы, и, естественно, латыши, вошли в роскошнейшее издание. Это немец Паули. Так и называлось. Правда, он был на французском языке. «Костюмы народов России». Сейчас эта книга есть в национальной библиотеке. Иллюстрации с этой книги мы снимали. Мы – это искусствовед Эдварда Шмидта, которая также участвовала в работе над этой книгой. То есть два латышских автора были приглашены. Это я и Эдварда Шмидта, которая, в общем-то, долгие годы занимается творчеством Карла Гуна. И эти иллюстрации здесь и есть и в этой книге, и также они есть теперь и в фильме. Конечно, я не могла упустить столько материала. И написала небольшой проект для Огрского самоуправления, получила поддержку, и был создан фильм «Карл Гун с любовью к родине». Он есть и на латышском языке, и потом перевод. Его легко найти в Ютубе. Ключевые слова «Карл Гун» и «Моя фамилия Кетнер». И сразу можно найти этот фильм. Сколько, мне кажется, там более сотни иллюстраций в этом фильме. И картины, и уникальные фотографии. И вообще мы проехали ещё по местам, где те же самые Брэнгули, Мадлияна, Лиалварды, где Гун бывал. Уже потом, когда возвращался из Петербурга в Латвию, он зарисовал, причём педантично зарисовал людей и природу в Латвии. Так, вот ты сказала, что этот период богат именно на этнографические сюжеты. Таким образом, он начал галерею этих образов, которую затем продолжил и на своей родине, и, наверное, в России живя, зарисовывая какие-то сцены из народной жизни, что, собственно говоря, было одной из таких основ движения передвижников, этих художников, которые стремились сблизить искусство, высокое искусство и народ. Но историческая живопись, он считается как бы классиком исторической живописи, но это не так. И вот когда он уже после Елабыки приехал в Париж, конечно, парижская жизнь его захватила. Это и галереи, это и салоны, и вообще там было средоточие очень известных людей. И очень интересная, опять же, связь и дружба с Марком Вовчок. Это её называют русско-украинской Жорж Санд. Она родом из Елецкой губернии. Кстати, там и мои как бы корни. И я была в Елецком музее, и вообще собирала материал по Марку Вовчок тоже. Очень интересная женщина, роковая женщина. К её ногам и вообще к её таланту, и к чарам падали и Жюль Верн, и Толстой, и Тургенев, и Дмитрий Писарев. О Писареве вообще отдельная история. Ну, я пока не буду... Не будем отклоняться, да. Не будем отклоняться. Так он именно в Париже с ней познакомился? Да, он познакомился с ней в Париже. Причём самый первый портрет, который по достоинству был оценён, это был Марка Вовчок. Она там в чёрном бархатном платье. И вообще история самой только этой картины, можно сказать, детективная. Полина Виардо страшно ревновала к Вовчок. И вообще, когда этот портрет был выставлен на одном из парижских салонов, в какой-то момент он просто исчез, бесследно исчез. И подозревает, что это было дело рук Полины Виардо. Вовчок была очень интересная женщина, талантливая. Она переводила, одна из первых, кто стал переводить на русский язык труды Жюля Верна. И, кстати говоря, есть фильм 70-х, 80-х годов «Дети капитана Гранта». Там есть сцена Марка Вовчок, Жюля Верн. А играет Марка Вовчок Марина Влади. Так что, когда будете смотреть снова при случае «Дети капитана Гранта», обратите внимание на Марка Вовчок. Да, интересно. И вот эта парижская жизнь дала ему новые связи, новые контакты. А что в художественном смысле он приобрел? Да, расскажу про Марка Вовчок. Она была одержима революционными идеями. И я думаю, что она оказала сильнейшее влияние на мировоззрение Гуна. Он, конечно, как писали потом о нем в мемуарах, не хотел интересоваться политикой. Он был таким тихим, скромным, очень доброжелательным человеком и совершенно нерезким. И вот эти политические жанры для него были как бы далеки. Но Вовчок, в общем-то, смогла его... Добилась своего. Добилась своего. Поэтому появляются картины очень эмоциональные народной жизни. Например, «Попался». Вот, кстати, она как раз у меня открыта сейчас. «Больное дитя». Покажите на камеру, потому что мы же выставляем потом в Ютьюбе эти записи. То есть это сценка народной жизни. Здесь не богатые, это не лувр, не корыто. Женщина в простом платье. Его интересует народная жизнь. Марка Вовчок не только оказала влияние, но у них была общая тема для разговоров. Это 1863 год, когда ее троюродный брат Дмитрий Писарев, он был на 7 лет моложе ее, но потом стал, тоже попал под ее обаяние, они стали любовниками. И он был осужден, как мы знаем, за участие в так называемом деле карманной типографии. То есть они печатали листовки и брошюры против самодержавия. И за это Писарев был осужден. А второй по этому делу Петр Балат, который получил осужденно-каторжные работы. А кто такой Петр Балат? Это опять же соотечественник Карла Гуна, он тоже родился в Мадлиане. Ну надо же, какие сплетения судеб, это просто удивительно. Да. И я почти уверена, что Гун знал и историю вот этого Писарева, и дело этой карманной типографии, и судьбу Петра Балата. Ну если сказать в двух словах о Петре Балате, то когда его осудили на каторжные работы, а ему было тогда 24 года, он сумел на Александровских рудниках не только выжить, но он организовал вообще там артели, они стали изготавливать и свечи, и мыло, и посадил там какие-то растения, я не помню, картошка или не картошка, но в общем он и наладил и какое-то сельское хозяйство, и вообще стал золотопромышленником. Ухо, вот это да. Да, он облатал неимоверной силой, мог неделями жить в тайге, питаясь пару плитками шоколадок. Да. Да, вот и это все Гун знал, он знал и о Петре Балате, знал о Дмитрии Писареве, и не случайно, когда Марко Вовчок через пару лет, когда Писарев уже вышел из тюрьмы, из Петропавловской крепости, они приехали подлечить его здоровье в Юрмалу. И так закончилось трагически. Это, как известно, закончилось трагически, в спокойный день, Дмитрий Писарев утонул, хотя считали, что это было политическое убийство. Но это опять детективная линия. Детективная линия. Возвращается Гун после Парижа в Петербург, и он уже имеет статус профессора. Санкт-Петербургская академия начинает преподавать. Как бы понятна его стезя, педагогическая деятельность, заказы на картины. Ну и здесь вот уже можно вернуться к линии его личной жизни. Практически до сорока с лишним лет он не был женат, потому что у него была первая любовь, неразделённая. И видно, он довольно-таки долго хранил верность первой любви. Но уже в Петербурге, расписывая плафон Анечкового дворца, он знакомится с дочерью архитектора, известного архитектора в то время, Ипполита Манегетти, Вере Манегетти. И с ней создаёт союз. Но, к сожалению, супружеской жизни было отмерено всего лишь три года, потому что он уже начал болеть туберкулёзом, и лечение ни в степях на юге России, ни на курортах Европы не помогало. Он умер на 47-м году жизни. Причём для Веры эти последние годы были очень тяжёлые. Надо было искать средства на проживание, на пропитание, на лечение. А как можно заработать? И в эти же годы отец, Ипполит Манегетти, известный архитектор, но он заболел, у него было психическое расстройство. Его поместили в клинику. В общем, этой бедной женщине пришлось испытать просто лютые удары судьбы. Лютые удары судьбы. Да. Так всё-таки, почему Гуна считают мастером исторической живописи? Как вот эти исторические сюжеты пришли в его жизнь? Сначала это были студенческие требования, так как он учился на... Ну, академическая программа. Академическая программа. А потом влияние тех художников, парижских художников, может быть, и мода, востребованность именно таких сюжетов. Он был очень педантичен в своих работах. Допустим, для Варфоломевской ночи он собирал и фотографии какие-то, и он... Чтобы точно прописать вот фактуру ткани. Он покупал кусочки. Посещал антикварные лавки. И вот эти кусочки, кусочки кружев, кусочки бархата, всё это он собирал. То есть, это такое тщательное, такое трепетное отношение к своему ремеслу, оно, конечно, вызывает восхищение. Но, может быть, все художники тогда были такими? Может быть, это сейчас у нас как-то немножко требования к адекватности, точности передачи исторического материала как-то снизились, и можно допускать любые вольности? Я думаю, что это несравнимые вещи, современное искусство, где одна линия, и это уже произведение искусства, которое может оцениваться миллионами евро и долларов. Хорошо. Вот почему всё-таки считается в Латвии Карл Гун одним из основателей живописной школы нашей латвийской? Только ли потому, что он был первопроходцем в этом плане и человеком, получившим такое академическое образование? Или всё-таки к его творчеству обращались многие наши соотечественники, ставшие затем знаменитыми художниками? Ну, я не могу сказать, что именно его искусство стало основополагающим для всех остальных, но его пример. Его был пример одним из самых значимых. Ну, вот интересно, конечно, просто чисто в бытовом смысле оценить возможности для фактически деревенского мальчишки попасть в святая святых, в Императорскую академию художеств, окончить там курс. То есть это случилось и произошло и состоялось благодаря опеке Медендорфа? Или всё-таки существовала какая-то система поддержки вот таких людей в то время? Ну, вот это поддержка самой академии и круг общения. У него образовался очень интересный круг общения, например, его друг Боголюбов, тоже художник. Через него он приблизился к императорской семье, и существует очень интересная картина, это масштабное полотно, где они оба автора, и Боголюбов, и Гун. Это празднование, если не ошибаюсь, двухсотлетия. Дома Романовых? Нет, Петра Первого на Неве. Большая картина. Не знаю, сейчас смогу ли я ее найти. Ну, то есть это был уже заказ императорского двора, и, соответственно, он оплачивался. Понятно. Ну, то есть пока он был в силе, пока он мог работать, он, в общем-то, жил нормально и не знал недостатка в средствах. Нельзя назвать его там. Недостаток в средствах был всегда, насколько я понимаю. Может быть, какой-то короткий период, но жизнь его всегда, в общем-то, била. Именно финансово. Парижская жизнь, довольно-таки нищенская, даже сама Марка Вовчук, которая упоминала, она в Париже билась за переводы, страдала, что ее не печатали, и вот это увлечение левыми идеями тоже закрывало ей путь. А тогда цензура работала тоже серьезно. Понятно. Хорошо. Вот еще немножечко расскажите о книге. Готовится второе издание. Вот этот солидный фолиант, который лежит перед вами на столе, перед тобой, я то на вы, то на ты. И хочу для радиослушателей сказать, что мы с Натальей давно очень знакомы, мы коллеги, поэтому мы в повседневной жизни на ты, и чтобы вас это не резало ваш слух, объясняю этот момент. Книга готовилась в Елабуге силами местного музея, да, и в ней собраны материалы очень обширные из разных сторон жизни художника. Вот как вы с госпожой Шмидтой попали в эту компанию? По переписке. Мы стали, когда я делала проект по гуну краеведческий, я писала в Елабугу, а потом пришло письмо от сотрудников этого музея, что готовится вот такое издание, и началась работа, потому что нужны были фотографии Мадленской церкви, которые вошли в эту книгу. Захоронение гуна, там же в Мадлене тоже свежие, новые фотографии, хорошего качества. В прошлом году мы объехали, ну, по многим местам связанных с творчеством гуна, это и Бренгули, этот хутор, где когда-то находилось имение этого Кридонарова, которым я уже упомянула. Иллюстрации. И через Эдвардо с Национальным художественным музеем оформлялись разрешения на публикации картин, работ каких-то. Потому что в Национальном музее, где-то в большом зале, в Гуновском, так скажем, зале, там где-то 10 картин его сейчас можно увидеть, они в постоянной экспозиции. Хотя в «Запасниках» есть ещё картины, которые пока мы не видим. Ну, кстати, в Мадлене их можно копии теперь увидеть. Да, ну, видите, мы, наверное, могли бы тоже ожидать со своей стороны, что какая-то книга объёмная к юбилею гуна и в Латвии может выйти. Ну, у Эдварда несколько лет назад вышла монография о Карле Гуне. Есть, эта книга есть. Но здесь более обширно приведены, причём в оригинале, письма и веры Манегетти, ну, в общем-то, такие очень эмоциональные, когда жизнь, в общем-то, была очень тяжёлая. Это последние годы жизни Карла Гуна, это обращение к друзьям и сведения, как тяжело болеет отец и так далее. То есть здесь вошли письма оригинальные и очень много вот именно этого Елабужского периода, иллюстраций. И могу сказать, что автор, коллектив автора очень хорошо поработал над этой книгой. А есть у нас надежда получить какое-то количество экземпляров в Латвии этих книг для того, чтобы люди могли купить, например, или в библиотеке хотя бы? В библиотеке они пришли, они отправлены, Елабуга есть экземпляр национальной библиотеки, есть экземпляр национальной... Со стороны Елабужского музея вот такой дар нашей культуре. Ну, к сожалению, мне как соавтору полагалось два экземпляра, но таможня не пропустила два экземпляра, только один. А куда делся второй? Вернулся обратно в Елабугу, потом они переоформили, и нельзя. Какой ужас. Ну, вообще, у меня нет слов. Нет, ну, есть у меня, конечно, идея сделать небольшую хотя бы брошюру, обобщить материал, который мой, и сделать такой краткий очерк. Ну, не очерк, но такую небольшую публикацию с основными вехами жизни. Ну, я думаю, что, знаете, всё-таки, да, брошюра – это хорошо, но такая фундаментальная книга, которая должна быть, наверное, в каждой художественной школе, должна быть в библиотеках, должна быть в самой Мадлене, в этой церкви и так далее, чтобы люди могли посмотреть, ознакомиться, пролистать. Естественно, да, у нас есть коллекция картин в нашем художественном музее, но она же не охватывает всё творчество художника. Поэтому для того, чтобы, ну, такие вещи фундаментальные знать и видеть, нужно, чтобы они были доступны для людей. И, ну, искусство должно быть близко к народу, как говорил Карл Гудн, поэтому мы тоже должны на этом настаивать. Это всё теперь, я так думаю, что Министерство культуры должно заинтересоваться и оформить сотрудничество, перевести или как бы поработать над этим проектом, чтобы эта книга… Ну, это всё и авторские права, и взаимоотношения, я думаю, на данный момент это очень сложно. В принципе, в июле в Елабуге проводятся музыкальные вечера с участием известных артистов. И у меня было приглашение, я хотела и поснимать, и посетить Елабугу, но не получается в этом году. Из-за пандемии, наверное, никакие поездки такого рода невозможны. В прошлом году этот фестиваль был отменён, в этом году состоялся, но пасть на него не смогла. Я думаю, что Елабуга в данный момент, опять-таки, стал крупным таким центром бизнеса, там и технопарк действует и так далее. То есть, есть новая такая энергетика у этого места, которая поддерживается властями и местным самоуправлением. И это даёт возможность выпускать такие фундаментальные книги. Конечно, очень бы хотелось, чтобы какое-то количество этих книг было доступно для латвийского читателя. Хоть в каком-то виде могу только передать просьбу, может быть, от культурной общественности, чтобы рассмотрели вопрос о том, чтобы какое-то количество книг можно было или купить, или заказать, или в интернете. Да, когда будет второе издание. Второе издание, я так надеюсь, будет в ноябре, как раз к дню рождения Карла Гуна, в 190-летие. Во всей этой истории лично меня очень подкупает энтузиазм местных людей, тех самых настоятелей церкви или руководителей Мадленского самоуправления, которые бережно так пестуют эти культурные основы свои, стремясь и молодёжь, и всех заинтересованных людей приобщить к этому, познакомить с такими людьми, жившими, творившими, проезжавшими, оказавшими влияние на историю, оставившими след в истории, благодаря тому, что, ну, наверное, место какое-то было особо сильное, потому что, ну, не может быть так, чтобы такая россыпь талантов появилась просто так. Очевидно, были к этому какие-то внутренние, крупные причины. Ехать и посмотреть и ранней весной, и летом, насколько живописно Огры. Ну, Пурвитис, это же тоже Огрский край, и весенние вот эти пейзажи. Ну, Наташ, я понимаю, ты вообще большой патриот и Огры, и Латвии, и сколько ты изучила и всего опубликовала по этой истории. Любой, наверное, профессиональный историк может позавидовать. Поэтому огромное спасибо Наталье Кетнере за её труды, за её неустанный поиск новых тем и малоизведанных страниц истории. Мы очень ждём книги о Карле Гуне. Я прямо с трепетом прошу дать мне книжку на недельку почитать, чтобы я могла факты, которые в ней опубликованы, внести, например, в Википедию. Потому что действительно, ну, молодое поколение мало читает, но в интернете всё-таки оно путешествует. И, может быть, когда-нибудь наткнётся на информацию о Карле Гуне, о всех взрослых, всех интересующихся. Приглашаем посетить Мадлиану, совершить такое небольшое путешествие выходного дня. Сейчас Дни туристов. Да, и осмотреть эту экспозицию. Можно сесть в машину и посетить контрольные пункты, даже заработать призы. Так что используйте именно эти Дни туристов в Угрском крае. Хорошо. А если всё-таки будет возможность заказать книгу второе издание через интернет, я думаю, что мы попросим наших коллег по Радио Болтком внести ссылочку на эту возможность в записи в Ютьюбе, чтобы радиослушатели и зрители могли воспользоваться ей. И если у них будет такая потребность, приобрести такую книжку. Спасибо, Наталья Кетнер, программу «Очевидец». Сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссёр студии Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю.